Фонтан высотой 18 метров, лодочные станции и пляжи, специальные растения, которые обеспечат экологическую защиту водоема. Все это было в планах по реконструкции Рюминского пруда три года назад. В жизнь этот проект до сих пор не воплотили. Евгений приехал с другом в парк, где гулял все детство. Сейчас рассказывает, на водоем больно смотреть. Лодочная станция здесь была. Рыбу здесь ребята ловили, а ловили, значит, и чистый водоем был. Это были, сейчас скажу, какие годы? 70-е. На лыжах здесь ездили, летом тоже. Ну, в принципе, сейчас здесь убрано. И еще одна особенность, какая раньше была, значит, и колесо обозрения работало, которое сейчас хотят восстановить. И детские карусели все работали. То есть все работало, сейчас вот этого что-то совсем не видно. На берегу мусор и бутылки сам пруд завален старыми деревьями, местами зарос и покрылся тиной. Даже уток здесь почти не осталось. Символ летнего отдыха – мангал. Судя по его состоянию, лежит он здесь прошлого года, потому что сильно поржавел. Скорее всего, в парке генеральной уборки этой весной еще не было. Тем не менее, здесь много отдыхающих даже в будний день. Девушки приехали, чтобы поесть суши, остатки еды оставили, видимо, уткам. Татьяна пришла к пруду, чтобы отдохнуть и посидеть на лавочке. Не ожидала, что придется смотреть на весь этот мусор. Перед этим было буквально, наверное, за выходные, за воскресенье, я так думаю, вот это натворили. Потому что здесь было чисто. Я потому что каждый день хожу, гуляю здесь. Ну, я не знаю, даже вспоминаю, какой-то скворечник или что-то. Вот взяли, сломали. Безобразие. Три года назад, когда обсуждался проект реконструкции парка, культуры и отдыха, его хотели сделать современным местом, оснащенным необходимой инфраструктурой. Когда эти планы уплотятся в жизнь, неизвестно. Дина Ислеева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».